Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Рекина, я нахожусь в Леруа, это город Самара, торговый центр Космопорт. Здесь большой привоз и такой вот цветной, цветной, цветной привоз, очень хороший, замечательный привоз. И вот такого беглитчика я здесь увидела, это Ри Йонг Принс. У меня был такой, но, к сожалению, он у меня скончался буквально в течение пары дней после покупки, весь рассыпался прям. В принципе, растения хорошие, главное, что они не политые вроде как и не подмерзшие относительно. И тут уже есть отложенные цветы. Вот эта малышка, ее судьба еще решается. Очередная бабочка маленькая, Таншин Смарт. Как бы ее снять, чтобы красиво было, чтобы она вживую намного красивее, чем вот сейчас на камеру у меня получается. У меня есть две такие малышки, одну я уже пересадила, кстати, кому интересно, ссылочка на ее пересадку сейчас всплывет в подсказочках. Там и пересадка, и полив первый, и адаптация, и вторая тоже. Вторую я тоже пересадила, но еще видео еще не доснято, адаптация еще не снята. И через какое-то время выйдет видео я вторую тоже, а потом я их планирую посадить все вместе. И еще у меня есть такой триллипсик. Ну, а для себя я нашла здесь вот такое чудо, такую прелесть. Это, что называется, то, что часто мы встречаем бабулеткой. Ну, бабулетка это народное название, а так пилорик в виде бантика или еще чего-то. Ну, не бабочкой, а питали, развитые, недоразвитые, вернее, и такие вот прям защипчиками, как бы вам объяснить. Если женщина еще не ушла с таким пилориком, я покажу его, но по-моему уже ушла, я ее не вижу сейчас. Такая бабулетка тоже была. Его называют и Равелла, иногда называют Диди. А вот это вот такая вот пилоричность. И, кстати, вживую он тоже намного-намного симпатичнее. И здесь он у меня получается розовый, а так вообще он с рыжинкой, потому что в нем еще желтый цвет присутствует. Но растение, конечно, очень молоденькое. Растение совсем дитё. Корешочков немного, совсем немного. Ну, будем выхаживать. Так, беглипчика я сейчас поставлю на место. Пусть ждет свою хозяечку, которая о нем мечтает. Вот, кстати, вот та бабулетка, о которой я говорила. Она сейчас в руках у хозяйки. Так что вот. И вот они рядышком обе. Вот они. Это два одинаковых сорта, но разная пилоричность. Я прошу прощения за качество съемки. Сейчас на пол просто поставили. И здесь уже просто темно. И еще у нее в картинке вот этот прекрасный, прекрасный пиратик. Ой, пиратик. Попугайчик, да. У меня рука трясется. И вот такая, да, стебель стоит. Так, давайте. Ага, поставлю. Спасибо. Вот такая прелестная стоит малышка. Рыженькая, да, стебель. Ароматная. С листочками в краб. Но она уже тоже все. Она уже тоже в руках у хозяйки, можно сказать. Просто поставили сейчас, чтобы я ее сняла. И, кстати, раз уж дошли до миничек, к стандартам я еще вернусь. Там немножко людей поменьше станет. А пока я покажу, что тут в миничках. Миничек тоже очень много. Очень много. И привезли много таких вот полосатеньких. Много крэмбери чача. Вот красотка. Много Таншинс Март красненькие вот эти же. Эти красотки. И беленьких много. Кстати, по-моему, вот эта вот мелкая. Вот с этим прям мелкими цветочками беленькими. По-моему, это сога попкорн. Ой, а у нее, кстати, какой кустик у нее уже большой. И цветонос лезет из точки роста. Вот так вот весело лезет. Розовенький. Ой, здрасте. Лиейки тут стоит. Розовенькая. Такая розовенькая. Другого розовенького оттенка я сейчас покажу. Вот такая розовенькая есть. Такой белый с розовым налетом. Есть и желтенькие. Неон Мэджик. Их тоже много. Кстати, из старого завоза мини тоже много. Очень много. Они на кассе. В прошлый раз они стоили 445 рублей. Кажется, сейчас не знаю, сколько стоят. Надо уточнить. Ну и фиолетовый. И я, кстати, видела, по-моему, даже и Вайлд Квин. И, по-моему, в единственном экземпляре. Так, сейчас я... Да, вот Вайлд Квин. Больше я пока такой не вижу. Ну вот она. Она есть тут. Малышка. Малипучка. Крохотучка. У меня Вайлд Квин. Кстати, пилорик. Очаровательный цветочек. Очаровательный. А они тоже будут 445 рублей стоить? Да, посмотрим. Там нету, да, цены? Нет. Ну, еще одна. Только привезли. Ага. Эти минишки стоят 422 рубля. У них даже дешевле, чем белые. И я там, по-моему, что-то увидела. А, я бургунди увидела тут вот в глубине. Вот. Вот она. И еще с желтизной. Вот какая она прелесть с желтизной. Прелесть, прелесть. 422 рубля. А среди стандартов стоит вот такая красотища. Вот такая яркая, яркая, прияркая красотища. А стандарты стоят 452 рубля. Время, время. Спасибо. Нет, привозу я все смотрю. Я это... Пересадки. Он отсвечивает просто у меня. А давайте я достану. Вот такой красавец. Да не, не надо. Не, вставайте. Не, не буду. А то сейчас эти стандарты. Такой вот красавец тут еще стоит. Тоже пилорик. Вот такой вот ободрашечка такой. Так, ну-ка, а другой цветочек. Вот на нем особенно видно, да, что он ободрашечка. Еще стоит вот такая красотища. Она на самом деле... Оттенок у нее чуть теплее, чем у меня здесь получается на камеру. Она какая-то персиковая, что ли. Ну, очень красивая архидеечка. Очень. И желтеньких много, которые привозят как Солик Голд. А сейчас их привезли как просто Палинопсис. Кстати, у них разные обложки. Вот эти вот какие-то в таких обложках, а какие-то просто в пакетиках. Также привезли вот эту красоту, которая то ли притория, то ли жемчужина императора. Их тоже прям нормальное количество. Хотела достать. Ну, ладно, не буду доставать. Но опять же главное, что вот я смотрю, они не политые. В дороге они были не мокрые и вроде как не померзшие, слава богу. Стоит эта красотка пепельно-розового цвета. Таких красоток много. Желтенькая с желтой губой. Также привезли и Дендрофалинопсисы. И мне еще показалось, что Камри тоже что ли привезли. И надо будет посмотреть. Вот таких вот много привезли. Ой, кстати, вот какая красота стоит. Вот такая. Похожа на Квиркл. Очень похожа. Но как-то Квиркл, по-моему, все-таки больше мазками. А тут прослеживаются и пятнышки. И на Квиркл, и на Пёрпл Рейн похоже. Может быть, это даже больше Пёрпл Рейн, чем Квиркл. Ну, в общем, это под большим вопросом. Так, подумала, что цветочек-мутантик, но нет. Он просто, видимо, просто питали, отвалилось. Равнировалось. А внизу стоит Торина. Или нет, это не Торина. Это что-то другое. Что-то очень похожее на Торина. Вот посмотрите, а что уже вышло. Что-то новое уже вышло. Ну, а всевозможные вариации розовых. Конечно, их тоже много. И розовых, и беленьких. Вот, кстати, ещё один такой, типа персикового цвета. Очаровательного оттенка. Так, я прошу прощения, у меня иногда съёмка такая слугурная получается. Потому что людей вокруг очень много. И я пытаюсь им не мешать. Иногда они пытаются мне не мешать. Ну, в общем, вот так вот. И здесь ещё немножечко вот такой узкий проём между стеллажом и полками. Пока цветы ещё не разложили на полке. И поэтому немножко тесно. И вот так вот мы мешаем друг дружке. Стоит вот Денвер. Очаровательный. С потрясающим венозным рисунком. Стоит вот такая очаровашка. Название которой очень хотелось бы узнать не только мне. Вот эта, которая вот как будто жёлтенькая, но потом жёлтесна уходит. И остаётся такой нежный, нежный вот такой нечисто белый фон. Не знаю, что это за архидеечка. Так. Горшочек не надписан. Ой, а к сожалению, к сожалению, кустик уже плохой. Жалко, жалко. Так, там дальше вижу бальликозы, кажется. Она далеко. Вот она. Рука дрожит. Неудобно. Снимать мне неудобно. И тут ещё вижу вот такую пятнашечку. Она совсем далеко. Ой. Ой, как бы её повернуть, а? Так, ну это только вот всё достать. И её достать. Попытаться. Сейчас я попытаюсь. Ну какая тут розовенькая очароваша стоит. Цветочки только распускаются. Очаровательные. Ну ладно, я не буду уже тормашить все эти цветы. И им неудобно, и мне неудобно. Ой. И людям мешаю. Работать мешаю. Вернулась я к этой красотке. Какой у неё цветонос красивый. Ну а тут стоит совершенно очаровательный, очаровательный венозник с крупными цветками. Ну не маленькими. Они, конечно, не гигантские, не такой вот прям крупноцветковый сказать, но большие цветы, довольно большие. И очень красивые, очень яркие. Где-то там наверху я видела похожий, чтобы снять его красиво, потому что тот, тот как-то в упаковке неудобно расположен. Ладно. Ой, я беглибчик нашла ещё один. Вот такой тут ещё белый беглиб стоит. Чудесный-причудесный. Так, давайте-ка я его достану. Вот он, какой потрясающий. Какой красивый белый беглибчик. Очаровашечка. И стоит, кстати, вот это очарование. По-моему, это Бимон. Хотя нет, хотя нет, я могу ошибаться. В общем, подскажите, пожалуйста, кто знает. Напомните, что это за красота. Ещё раз, ещё раз решила снять этот ободрашечку у Пилорика без упаковочки. Потому что он очень-очень красивый. Но камера, конечно, не передаёт эту красоту, к сожалению. Но оттенок у него очень красивый такой, с краснотой. Кстати, я нашла Торина. И я его специально поставила рядом с тем жёлтым полосатиком, с которым вначале перепутала. И сейчас мы их сравним. И вот они оба рядышком. Вот этот вот, который я показываю сейчас рукой, с правой стороны. Вот я сначала подумала, что это Торина, а потом поняла, что это не он. А вот слева сам Торина. Торина более крупноцветковый, конечно. Но они, конечно, очень похожи. Тот же жёлтый, тот же венозный рисунок. Ну, губа разного цвета. Ну, в общем, цветовая гамма похожая. Красавец. А таких красоток здесь несколько. И привезли много вот этих вот бордовых. Вот этих потрясающих цветов. Кстати, ободрашечка пилорик, он этого же сорта. Только ободрашка. Не знаю, его взяли, нет? Это не он? Нет, это не он. Но это такой же. И также привезли ещё Solid Gold. Ну, просто жёлтые фаленопсисы с малиновой губой. Solid Gold. 1211 рублей. И 1155 рублей синие крашеные фаленопсисы. Ну, вот эти, конечно, потрясающие. Очень яркий фаленопсис. Прям бросается в глаза. И также, также стоит вот этот малыш. Манхэттен, по-моему. Вот он, красавец, стоит. Очень красивый. Так. Ну, корешочков гулькин нос. Но при этом большая, крупная верхняя часть наземная. Но почему-то при такой наземной части очень мало корней. Ну, у меня пока нет такого красавца. Но я как бы не очень хочу ещё возиться с корнями. Там ещё и с бубулеткой надо будет повозиться. Но не с бубулеткой, а с тем пилориком так. Я прошу прощения. Сейчас, пока пытаюсь добраться, я нашла венозник. Вот он. Его просто отодвинули далеко. Очень красивый. Вот он, хорошенький. Ну, и я немножко отвлекаюсь от фаленопсисов. Потому что здесь красавица в глаза. Вот эти вот потрясающие красоты Тиланзии. Потрясающие. Да, я тоже смотрю, что-то цену не вижу пока. Ну, их только поставили. Красотища. Очень красивые. И с фаленопсисами ещё не всё. Здесь есть ещё один стеллаж. И на нём, помимо всей предыдущей красоты, стоят ещё вот такие красивые малышки. Вот такое чудо. Ну, у них у всех кустики аналогичные. Немножечко корней. У кого-то вот такие вот большие листья. А у кого-то кто-то ещё дитё. Красавец. Их тут прям, прям несколько. Вот их прям видно. Один, второй, третий, четвёртый. Это только то, что я вот с этой стороны вижу. Может быть, ещё и с другой стороны. И вот эти вот красоты тоже много. Много их. Очень много. Вот такая вот пятистая стоит. Красота. И стоит, пока вижу одну, стоит Джессика. У неё есть ещё и другое название, наверняка. Такой вот яркий цветочек и очень красивый цветочек. Очень. Прям видна в нём какая-то благородность, благородство какое-то в нём прослеживается. И очень хороший экземпляр. Взрослый кустик. Корешочки есть. Чудесный. Просто чудесный он. Его постоянно привозят этот сорт в качестве миди. Ну, не постоянно, а иногда привозят. И в основном, кстати, именно в Космопорте его редко привозят. Я его встречала только в юге и в другом, в Леруа другого торгового центра, в Меге. И у нас вижу буквально, буквально впервые я застаю его. И ещё я встретила вот эту малышку, которая заинтересовала меня в одном из предыдущих обзоров. Это вот та самая малышка, у которой по краям лепестки жёлтенькие и такая вот беленькая серединочка. Но её сложно снять, вот всю эту красоту. Вот она тут тоже есть. И, наконец-то, я дошла до Камрии. Привезли вот такой замечательный зигапиталом. Брасии стоят. И с жёлтым язычком, и с красным язычком. Вернее, губой. Ансидиумы. Нелли Айвер. Не знаю, Нелли Айвер новенькая или с прошлого раза. Но она в любом случае прекрасна. Нобили. Розовенькие, потемнее, посветлее. Беленькие. Вот такие нобили. Хорошенькие экземплярчики. Так, цены. Вот, на Камрии 655. Да, конечно. Дендробиумы Нобили почти 1990. Что-то идёт как Орхидея Микс. 598 рублей. Тут ещё Мельтониопсис стоит. Мельтониа Сансет тоже ещё стоит. И Мельтониопсисы ещё вот. Стоят ещё нераспустившиеся. Свеженькие Мельтони. Мельтониопсис вернее. Ага, я их сняла уже, да. Это мне Джессику показывает. Дендрофолиенопсисы потрясающие. Это всё свеженькие. Вот такой дендрофолиенопсис стоит. Красавец. Поларфайр стоит. Кстати, мой поларфайр с новой бульбочкой, которая уже созрела, он выпускает цветоносик. Так что скоро будет, скоро у меня тоже будет вот такой цветочек. Чудесный цветочек. Беленький тут стоит дендрофолиенопсис. Ну вот она, Мельтония. Да, красотка. И ещё стоит вот этот красавец. Ну, Джессика, конечно, это что-то потрясающее. Я стою и думаю, надо мне её или нет. Ну ладно, я ещё буду думать над этим, надо мне её или нет. Пилорик-то я точно заберу, который вот этот вот. Я вот точно забираю этого красавца. И, кстати, пока я помню, а то я всё время забываю об этом. Ну, во-первых, скоро я выложу видео. Мне пришла посылочка с Орхидеи, очередная. Наверное, уже последняя в этом году. И это выигрыш. Выигрыш в лотерею. Так что на днях выйдет видео о моей посылке. Кому интересно, что это за выигрыш. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить оповещение от Ютуба о вышедшем видео. Здрасте. Так что, если нажмёте значок колокольчика, от Ютуба вам придёт оповещение о том, что вышло новое видео и что за видео. Но я не буду раскрывать секрет, что за Орхидеичку я получила. Но кто есть у меня в ВКонтакте, в друзьях, они уже поняли, о каком выигрыше я говорю. Ну, в общем, выйдет это видео. И ещё, кстати, я подумала, подумала, и вот, может быть, хочу посоветоваться вот с вами. Кому не лень, оставьте, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по этому поводу. Просто так как у меня уже нет фиалок, давно нет фиалок, и выставки фиалок я снимаю тоже редко, но снимаю. Ну, в общем, я подумала, может быть, не то, чтобы переименовать канал, а просто переставить канал мой, называется Узамбарские фиалки и орхидеи. Просто переставить, как и вот название группы я поставила, сделать орхидеи и Узамбарские фиалки. Резко я менять название канала не хочу. Вот подумываю над этим шагом. В общем, буду всем благодарна за совет, за ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Всё. На этом я заканчиваю своё видео. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Ещё раз за все ваши комментарии спасибо. за то, что вступайте в мою группу ВКонтакте. Спасибо большое. Ссылочку на неё всем, кому интересно, найдёте под видео в описании. И всем пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова